привет ребята вы не поверите на сегодня будет огромнейшая распаковка кучи девайсов будут как товары с алиэкспресса конечно же наши фирменные коврики ссылка на которые есть в описании да как я грамотно строил интеграцию прям самое начало так и товары собственно говоря из dns посмотрим на новиночки ardor но спойлер я вам не буду спойлерить все девайсы от ardor которые у нас есть на студии потому что мы сделаем отдельный большущий красивейший великолепнейший ролик в котором расскажем вам про все новинки ardor то есть соберем набор геймера от ardor а по моему звучит очень круто и опять же давайте так по техническим характеристикам новинки от ardor наконец-таки наконец-таки стали очень даже ничего сегодня на все это быстренько посмотрим давайте вам опять же спойлер ну вот вот такая вот вот даже в кадр ведь она не помещается большущая коробка у нас есть одна это вот одна и таких тут три поэтому давайте как обычно ставим лайк подписываемся на канал пишем в комментариях на чтобы вы хотели увидеть обзор после просмотра этого ролика раньше всего и собственно говоря наливаем чай кофеечек берем чем вкусненького и смотрим на новинки с алика на новиночки от ardor погнали но начнем из супер маленькой коробочки вот такая вот письюлечка маленькая это тестеры свитчей заказал я новые переключатели нашел на алишки и думал дай-ка я их проверю протестирую давай по-варварски вот так вот и это новые свитчи я честно говоря не помню от кого просто решил глянуть что ммд что такое ммд кто знает что за свитчей ммд это свитчей ммд причем тактильная довольно приятная по звуку слушать это неплохие тактильки правда тут всего раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять штук и обошлись они мне ну типа рублей возможно не помню рублей в 300 по моему мне обошлись 10 штук короче бюджетные тактильные свитчи ссылка на них будет в описании не будем долго на них останавливаться поехали дальше здесь у нас непонятно что давайте пару хирургических надрезов а это клавиатура 3 dragon просто когда бывает знаете заказываешь товара он приходите по через месяца два вот собственно это и есть тот видимо самый случай по моему это какая-то убер бюджетная механика которая на али становится популярной и в целом да а это лоу профиль механика вот в чем ее прикол быстренько глянем кстати сейчас перед 11 11 будет акция будет распродажа будут скидочки поэтому специально для вас ссылочки все оставил описании и важная новость на озоне уже стартовала распродажа к 11 11 и наши ковры в ней участвуют можете посмотреть по ссылке описание специальные цены на ковры имейте ввиду что количество ограничено эти ковры быстро разбирают по такой цене но пока они вроде в наличии есть надеюсь что вы успеете глянуть все это давайте быстренько посмотрим на клаву это у нас low-profile 65 процентный скелетон беспроводной srg подсветкой customized low profile свитч ну судя потому что у нас есть пуллер для свитчей клавиатура имеет hot swap это прям знатно хорошо еще и приятные по звуку кликающие свитчи да у нас точно есть hot swap потому что здесь у нас в комплекте дополнительные микро переключатели есть а также есть провод для зарядки ну собственно это нам с вами не особо интересно больше всего интересует конечно же сама клавиатура какая же она малюсенькая чуваки просто зацените 65 процентов очень необычные кейкапы я не скажу что они красивые скорее не больше некрасивые чем красивые и расстояние какой-то у кейкапов странная но она супер низкопрофильная да ну очевидно наверное я сейчас просто покажу сначала я увидел смазку непосредственно на корпусе клавиатуры а потом уже выйдет что стабилизаторы здесь смазаны и давайте так чем в комплекте инструкция даже стикеры положили вот это прикол а собственно два пулера в коробке все понятно зарядка давайте немножечко потайпим но честно говоря ожидал чего-то более худшего туда пружина прям звенит пружина прям очень сильно звенит и при этом всем чувствуется небольшой эффект песка но опять же клавиатура сход свап то есть в теории мы можем все свечи достать смазать и это блин лоу профиль с ход свапом на таких свечах многие просили сделать обзор на лоу профиль клавиатуру и вот пожалуйста вам необычный вариант собственно еще и с rgb видимо подсветкой правильно правильно с ргб подсветкой слушайте выглядит крайне интересно стоит эта клавиатура по моему точно до 5000 рублей может даже до четырех она супер бюджетная была ссылочка на нее есть в описании если хотите на нее полноценный обзор либо на игром анпро либо на основном канале какой-нибудь набор мы может с ней замутим пишите обязательно об этом внизу в комментариях сделаем с удовольствием для вас двигаем далее и здесь у нас вау вы видели как это красиво открылось и здесь у нас с вами клавиатура от мэтью тек до mk что-то там новая клавиатура от мэтью знаете клавиатуры от мэтью тек они были актуальны при курсе наверное 70 рублей за бакс когда они стали типа 100 120 долларов это было там 78 даже 9 тысяч рублей но сейчас эти клавиатуры переваливаются 12 тысяч рублей и вот за эти деньги ну прям очень спорно давайте смотреть что из я это красота представляет это мэтью тек а модель а модель mk 75 pro с экранчиком с роллером собственно давай глядеть что там у нас и как на самом деле расцветка кстати расцветка прям очень приятная кейкапы в оранжево графитовом цвете прям нравится сочетание цветов мануальчик по стандарту и собственно что-то еще видимо слушайте ну здесь все а мэтью прям радует смотрите что в комплекте давайте по-варварски опять же откроем помимо пуллера и комментирована пуллера и провода есть кисточка что-то мог почистить клавиатуру прям без проблем за небольшой расширенный комплект поставки прям респект а теперь давайте к клавиатуре ссылка на нее также есть в описании актуальный ценник можешь чекнуть по дизайну прям кайф прям кайф кажется наверное да он как и мне что экранчик немножечко поход сан и поцарапанный но на самом деле это у нас должна быть пленочка так ведь да смотрите а по asmr контент и экран просто великолепный чистый если кратко то это у нас что это у нас судя по всему gasket mount потому что клавиатура хоть немножечко но все-таки flex it но я думаю это видно и я не вижу болтов хотя возможно они тут и есть без провод провод три режима как обычно вал это какие-то полуса semi-silent switch и так называемое блин слушай она мне прям нравится и внешне по дизайну и форм-фактор крутой с роль с роллера в правом верхнем углу и экраном и при этом всем свечи приятные стабы ну прям удивил в общем то девайс крайне интересный но его опять же нужно посмотреть потестировать в общем давай более подробно расскажете в полноценном обзоре и опять же если хочешь на основной пиши об этом внизу в комментах все комментарии читаю мониторю и собственно говоря от количества твоих лайков от твоей активности зависит как скоро выйдет обзор и выйдет ли он вообще на этот девайс вот смотрите ряд еще раз не знаю видно мне нет огромнейшая просто посылка и все это пока что у нас алиэкспресс да все верно слушай одна из самых больших распаковок за такую прям ну грех не подписаться на канал я просто знаю что это за девайсы там внутри успехи есть спустя 20 минут клавиатур сегодня в выпуске мое почтение с чего начать что у нас вот это давай быстро распакуем ее опять же от мэтью дэк но вопрос сколько это стоит потому что это 65 процентная механика на 3 маунте скорее всего даже с подсвапом но зато с кириллицей зато с кириллицем ты сам понимаешь что звучит она очень бюджетно сыль будет в описании но я предлагаю на ней прямо не зацикливаться потому что это далеко не самый интересный вариант из того что у нас есть в этой посылке а я думал фонтек приехал просто фонтек должна приехать тоже огромная посылка заказа там кучу разных новинок надеюсь она успеет нам доехать до конца распродажи чтобы вам рассказать про девайсы и стоит ли их покупать или нет здесь у нас аула ну вроде вроде бы да ну не вроде бы а аула причем аула f75 знаете бренд аула у меня всегда ассоциировался супер дешманию китай китаем а здесь прям приятно нет я серьезно честно говоря китайцы в сегодняшний выпуске меня удивлять все больше и больше первых первая клавиатура от за мэтью тек меня удивило приятно и по расцветке и по звуку здесь же господи ты посмотри этот флекс просто посмотри на этот флекс ощущение что где-то там есть фликс каты но это точно поликроватный плык потому что она прям прям к центру прогибается все такое может быть только с фликс катами роллер очень тихий еле заметные отсечки но очень тихий и и тайпинг давай тайпинг ну крайне приятно очень удивлен три режима прорезиненные ножки но собственно все по стандарту еще и оля не уфи стайл индикатор короче крайне интересный девайс черри профиль кейкапы ссылку оставлю в описании а чё у нас комплекте непонятное дело кабель до два дополнительных свеча а свечи у нас еще фирменные аула свечи называется лео бок очень скромно лео свеча называется лео бок ну собственно стандартный комплект кабель свечи и собственно говоря пулер с мануалом также есть кейс от пыли но в целом слушайте аула аула казалось бы приятно удивило далее у нас на подходе еще две новинки от мэтью тек и это у нас что это у нас мк 86 и мк 80 интересно судя по всему экрана нет зато есть ролик давай быстро глянем не будем заострять внимание и оставим все это возможно я даже знаешь как думаю мы обединим все новинки от мк в один ролик если тебе интересен такой опять же обзорчик добро пожаловать в коментах вот в чем плюс мы эти когда а в том что кейкапы всегда идут с кириллицей что-то мне это напоминает вот поэтому скосу вот поэтому как будто бы как будто бы фэл и спортс ну прям просматривается фэл и спортс но здесь классное сочетание цветов мне нравится в остальном судя по всему гаскет не гаскет не поймя не понятно пока немного она флексит давай быстренько потайпим посмотрим мк 80 и перейдем все-таки к новинкам ордор и так это у нас еще раз мк 86 в 86 довольно необычный форм-фактор вроде бы ткл а вроде не хватает здесь двух клавиш вместо них здесь установлен роллер который хреново нажимается почему так нажимается упрям но очень плохо нажимается мне прям не нравится ну в целом пойдет если эта клавиатура стоит тысяч семь восемь окей но я знаю что она стоит ни семь и ни восемь она стоит тысяч десять двенадцать в общем ссылка есть в описании если на скидках ты сможешь ее урвать да все-таки нет потому что мы специально для тебя выпустим совсем скоро топ клавиатур и топ мышек две тысячи двадцать третьего года ну по крайней мере вот на на момент получается ноября две тысячи двадцать третьего года и там подробно расскажем про подробно и перед на всем емко расскажем про все необходимые тебе девайсы которые ты можешь купить на распродаже уверен что это клавиатура туда не войдет увы и а ну плюс-минус и так собственно мк-80 глядим а после открываем посылочку с девайсами ardor или ardor кто-то называет так здесь у нас более интересная расцветка в таких опа а вот здесь интересно потому что у нас здесь латунный плейд это видимо обычная а это мк-80 макс у нас уже было им ки 80 мк-80 про и теперь мки 80 макс но в целом так как бы слушай мне на раку мне очень нравится как сочетается латунный плейд с этим цветом кейкапов сначала показалось что этот вот горчичный цвет ну вообще как ты понимаешь не к месту скажем так хотел афоризмами поговорить не к месту но очень красиво сочетание стандартные мк-80 как на котором мы делали обзор на год назад может полтора единственно что латунный плейд и видимо какая-то возможно там силикон проложили потому что потяжелее стало либо два аккума в общем я думаю что один обзор на мк-80 мк-86 и еще одну новиночку от мэтью тек мы с вами замутим опять же если вам интересно все давайте не буду вас больше томить ожиданиями откроем несколько больших посылок с девайсами ордор вот такой посылочке я все упаковал привез кстати из москвы ну не сам конечно же при помощи любимого сдэка но купил все в москве вот одним глазком посмотрел но чтобы первое впечатление записать привез сюда чтобы распаковать и в итоге сделать ролик про сетап новинок от ордор вторую часть потому что первая часть вам ролик зашел я думаю что и этот ролик со второй частью вы тоже ждете с новиночками ордор гейминг потому что спойлер не все девайсы прям провальны так ну чё с чего начнем варлок мне кажется самая не самая одна из самых не интересных клавиатур планомерно мы приближались к распаковке девайсов от ордор и вот они слева направо как говорит как говорится единственное что все я отправлял с деком и доехала ну вот видите ну вот так к ордору к девайсам вообще ноль вопросов единственное единственные вопросы могут быть к девайсам к самим итак это у нас мышка ордор и джайл по моему одна из самых интересных точнее сам интересный джайл про потому что это у нас провод грубо говоря провод на 33 89 45 граммов за 3000 рублей на бумаге все круто и и предлагаю в наборе посмотреть более подробно а сейчас открыть и глянуть вот эту красоту это и джайл про эта мышка за 5000 рублей у которой 33 95 внутри йоу и которая весит типа 50 сколько-то там 3 грамма помню 52 грамма дальше такое навесит но единственное что она с отверстиями и как будто бы как будто бы в 2023 году отверстие уже не кайф но с другой стороны докапываться до этого бред ребята потому что даже dark project например весит больше имеет тоже отверстие давайте кратенько пробежимся по кликам но при тревел заметный есть но в целом пойдет сайт travel прям хороший ну то есть в плане хороший по его отсутствию он минимальный боковые но вы видите да что они немножечко продавливаются то есть вот отходит у нас вот это вот верхняя часть но в целом хруста никакого нет здесь у нас спинка тоже почти что не продавливается слушать и по сборке джайл про ну прям неплохо я бы даже стал хорошо в комплекте есть стеклянные ножки тефлоновые ножки наклейки и инструкция еще и кабель паракорда со свистком слушай ну в целом это наверное лучшая новинка от ardor в 2023 году вот из того что я пока тестировал из того что я пока смотрел слушал и так далее не считая наверное патрона да патрон тоже ardor патрон был хорош в общем то мышка вот эта мыша я думаю заслуживает вашего внимания и заслуживает того чтобы сделать про нее ролик либо однозначно включить ее в набор от ardor я знаю что ждете ролик с сетапом от ardor ну и давайте быстренько глянем на warlock это еще не все девайсы от ardor потому что отправил я двумя посылками прикиньте две посылки такой был за ну стандартная коробочка не пахнет как это ardor делают непонятно прошу прощения так давайте так что это у нас это у нас гатроны джи про еллоу смазаные и классно действительно упакованная кабель в комплекте и сколько это у нас стоит это тысяч наверное 6 7 стоит пуллер hot swap значит есть внутри комбинированный и стикеры два маленьких один большой давай глядеть на саму клаву чё из себя она представляет ну грубо говоря понятно стандартный дефолт масло масляное 75 процентов роллер в правом верхнем углу нажимается приятно прокручивается тоже окей на кейкапы сублимация значит скорее всего не скорее всего точно это ппт пластик ну и давай быстренько пару минут пару секунд может десятков по тайпе я сейчас не придираюсь пацаны но слышно вам или нет но клавиатура звенит но я не знаю как вам объяснить как вам передать что нажатие бюджетное то есть если это клавиатура стоит типа четыре пять тысяч рублей окей но давайте просто для сравнения ну вот две клавиатуры да вот нажатие приятное ну это сайлент свечи окей окей хорошо давай сравним не с сайлент свечами а с обычными так где аула во нашел давай сравним с аулой вот типа вот аула вот ордор короче думаю по звуку понятно погоди у меня есть еще более интересное сравнение у меня тут основная клавиатура на студии это кирокс давай так вот короче я думаю ты все понял объект это первое впечатление у меня нет цели как-то предвзято относиться к этому девайсу но правда я рван сказал что она стоит шесть пятьсот но не за шесть пятьсот такой звук ну пацаны блин я правда не знаю в чем дело типа в кейкапах либо короче хз звучит как погремушка я думаю вы со мной согласитесь ребят напишите в комментариях ну реально же звучит странно финальная посылочка которую отправлял самый последний тут тоже есть новинки от ордор поэтому давай глянем будет однозначно ролик с набором с сетапом от ордор второй части то есть там будет этот варлок или варлок эджайл самая интересная мышка тоже там будет так здесь у нас эксайл про эту мышу мне довелось потестить мне довелось ее потестить и скажу я вам что это ну короче во первых ну что это это просто же от ас во вторых мыша хоть и без отверстий но я думаю ты слышал этот хруст то есть со временем просто придет привет как дела это называется далее колесо и самое последнее я тебе просто вот быстро покажу при тревел как те кайф короче вот это я не знаю зачем это вообще выпускать ребята ордоры родные мои ну прежде чем выбирать девайс попользуйтесь им хотя бы я просто в шоке ну вот эта мышь ее вот так вот взять и так сказать короче я просто не представляю зачем выпускать эту мышу здесь приехала Dexp Maze вы ролик уже видели с обзором студии московской если нет обязательно посмотрите там эту клавиатуру я упоминал чек для самых недоверчивых я тоже вложил ну короче не все чеки сохранились чуваки но те которые нашел пожалуйста 4000 рублей она обошлась купил в днс вот эта клавиатура на удивление на удивление я ее также распаковывал но видите тут я наклеечки вот эти вот не снимал потому что асмр первое впечатление ну просто красоте во первых это клавиатура с да уродскими кейкапами и шрифтом но послушайте как она звучит она звучит на уровне варлок за 6000 рублей напомню напомню что цена вот этой вот дэксп мейс две с половиной да у нее нет ход свапа но есть rgb чё по стабам ну средний да пробел гремит это ожидаемо не идеально но в целом неплохо но я уверен ребята что эта клавиатура заслуживает вашего внимания и согласитесь за две тысячи с половиной рублей хочется посмотреть что она из себя представляет поэтому давайте соберем лайки под этим роликом проявим активность и собственно говоря сделаем обзор даже на основном канале можем выпустить обзор на дэксп мейс потому что дэксп в этой клавиатуре как будто бы как будто бы постарались и сделали ну неплохо единственное что свечи ноунейм да столько столько но но с другой стороны цена 2 с половиной прям привлекает согласись с учетом того что бюджетные клавиатуры стоят ну в целом в России типа тысячи четыре пять окей вот эту малышку я предлагаю просто скипнуть и посмотреть на нее подробно в обзоре ну в сетапе геймера потому что это FL мать его 680 только с мулькой ордора грубо говоря да не грубо говоря так и есть это FL 680 с мулькой ордора ну типа стоит ли вам рассказывать про FL 680 посмотрите наш полноценный обзор подробнее про именно ордор кастер странно называть клавиатуру от FL ордором но про ордор кастер я вам расскажу типа чуть чуть позже в полноценном ролике про надбор ордора а в целом то а в целом то девайсы то вот так вот нежданно негадно и закончились в общем то у нас получается под ролик в ордор идут 2 клавиатуры и 2 мышки возможно мы даже их разыграем правда вот эту вот agile то разыграть можно agile pro а вот вторую ну прям отвратительная мыша в общем ребята напишите в комментариях что вам понравилось из этого ролика больше всего невероятно мы получается сколько полчаса выпуск плюс-минус будет те кто досмотрели до этого момента ребята ну вы просто молодцы лайк вам респект вам огромный подписывайтесь на канал что я вам еще могу сказать покупайте правильные проверенные игровые девайсы ссылочки на девайсы с алика есть внизу на девайсы интересный у тордор давайте так на качественный девайс у тордор и также оставлю ссылки в описании потому что при agile pro agile pro она же называется ну вот которая с отверстиями она прям в порядке и она хороша она мне понравилась и думаю что это одна из лучших новинок от ордор за весь год протестируем посмотрим и расскажем вам в лучшем виде все на этом канале на канале игроман про обязательно подписывайся на оба канала подпишись на телеграм ну и следи собственно за обновлением меня по-прежнему зовут арсений ты был на канале игроман покупай правильные и проверенные игровые девайсы и увидимся с тобой уже совсем скоро в следующем видео пока